альфа ромео а это наверно лодка альфа ромео какая шикарная audi ну бмв такая точно была нет это хайнкель кабинет район вещь вот и бмв с входом спереди холодильник еще совершенно случайно встретили их карета и валенька один из первых автодомов с открывающейся палаткой сверху вещь рядом форт а такую бы на дачу тут кстати еще и самолеты сверху что же они обсуждают я не хочу ты меня достал уже нет он хочет эту каких-то безумных велосипедов и тележек вот к такому шикарному экипажу приходим все еще прям карета красиво д дайан болтон type x минерва рено повестки непонятный цвет просто потрясающий надо сказать бмв хороша гоночные а вот и супер мотоцикл бмв рядом с такой красненькой тележкой не знаю почему это здесь стоит но это какой-то беспилотник судя по всему или бомба истребители в перемешку с автомобилями что идем дальше какая-то маленькая спортивная бмв турбореактивный движок здоровый тяжелый наверно знаменитый звездчатый мотор такой даже на мотоцикле ставили на мотоцикле так вся делегация идет наверх смотреть мотоциклы богатая экспозиция все понапихано очень плотно здесь прям классика отечественного мотостроения и же юпитер и планеты когда-то такой красненький было у меня правда немножко посовременней какие-то специализированные мото мчс дпс а это по моему волк или иш юнкер что-то для байкеров специально все ежи сплошные ежи красненький вообще старый с какими-то прицепами такое впечатление что это музей всего потому что тут просто висит стрелковое оружие военный урал с раздельными сиденьями реально какой-то макет железной дороги тут все соня снимает видео для своего канала детский транспорт да мопед тулица шикарен гоночные велосипеды а на а на базе такого мотоцикла можно построить автодом гриш смотри тут один мотоцикл везет второй мотоцикл здесь мотоцикл минск везет в кузове швейную машинку интересно это типа варианты использования мотороллеров но и вообще как бы двухколесный но на самом деле трехколесной техники в общем возить можно все что угодно это наверное а это вот муравей классический красный а это тоже муравей только хотел сказать что ту лица это муравей кмз к 1б какие-то первые советские эксперименты в области мопеда строения вот этот крутой а это из gtl наш ответ honda gold wing ну и кстати выглядит довольно прикольно надо сказать я бы на таком поездил бы орион пятьсот шестьдесят классные так колясочек с платформой на которой что-то можно установить какой-то груз это я в это для как это называется для гаревой дорожки или для льда для льда да да гоночные это тоже по моему наверно гоночный аппарат это все да здесь вот сидок колясочник сидит и наклоняется в сторону поворотов гриша вот такой вот шлем вот как вот здесь вот этот вот у нас на даче есть да супер классный а это гоночные штуки для гонок вдвоем тут выставлен движок дукатти зачем-то маленький какой-то для гонок опять же так как это музей всего здесь есть водолазы продолжаем осмотр каких-то гоночных ижей так вот в клеточке их перевозят да тут их прямо дофига знаменитый немецкий гусеничный транспорт полу мотоцикл в лоб м.п. самолет с погнутым пропеллером хальт аус вайс ну и впрочем этот транспортер еще и с прицепом интересно почему лопасти всех пропеллеров погнутых станок зенитные пушки бмв тут прям очень много интересный цвет водички сейчас выдадим хороший мотик очень интересно выглядит фактурно а здесь под мессершмиттом мотоцикла бмв колясочек песочного цвета классно когда номера на мотоцикле на переднем крыле расположены всего авиационного движка лопасти деревянные смотрится симпатично и еще один мотик песочного цвета немецкие военные мотоциклы цундаппа наверно какие-нибудь и специальные отписи не читаю так интересней там урал уралом или днепр она идет куча целая шеренга одинаковых харли а на заднем плане какая-то бронированная внедорожная техника джип франглер стоит и много-много опять же мотоциклов все цвета хаки все примерно одинаковые гриша чет делаешь мусорный бак в котором стоят винтовки мы добрались до самого главного места музея это конечно же кафетерий вот этот народ уже успел приобрести даже какой-то музейный кассовый аппарат есть крутой так мы только что вышли из лифта и здесь какая-то секретная экспозицию да это чайки волги ой ты прям спец гараж охренеть сколько тут машины просто охренеть чайка скажи на здоровая все таки а вот тоже чайки только из спец гаража мы на минус первом этаже кстати говоря а вот спец транспорт для детей автомобиль ракета вот такой можно было вполне снимать сериале fallout мне кажется троица тоже здесь есть рисковые фигуры не пор модельки машинок мотоциклы зилы блин очень много всего глаза разбегаются на самом деле тяжело все осмотреть это нужно я думаю несколько дней чтобы посмотреть все внимательно поближе подойдем к милицейским уралом да еще один гаишный мотоцикл скромно притулился рядом с какой-то ретро тачкой урал и волги победа наверное тоже урал ну или днепр что-то позит оппозитное полуп написано вы знаете что это такое а здесь что зил 111 модельки автобусов зил двигателя написано трудом каждого множится экономическая мощь страны опять всплывают корни того что это музей всего дедушка ленин какие-то стенды посвященные национализации где сколько же тут всего сколько же двигателя и спускаемые аппараты велосипед какая-то шикарная тачка цвет великолепный катафалки длиннющие как на них поворачивать как лимузин современный желтый запорожец ушастый да ушастый ну porsche просто porsche очень много машинок и заметишь инвалидка оказывается она меньше трех метров по длине и весит что-то в районе 500 килограмм как мотоцикл среднестатистический это уже видимо украинская гаи да и точнее дпс гаи все что посвящено полиции прикольно а это экскурсия на такой тачке вот вереница военной техники стоит на улице здесь вот какая-то боевая машина аж с тремя башнями даже не знаю танк это или гаубица наверное танк здесь на крыше здания просто стоит вертолет забавно а еще тут есть самолет и трактор детская игровая площадка под самолетом бомбардировщиком ну тут реально прям дофига всего дофига танки вот там в отдалении бронепоезда кто-то рассекает на машине дальше вертолет с глазами я покажу дойдем до него само здание музея пятиэтажное два этажа мы посмотрели остальные видим администрация в общем чтобы все осмотреть нужно несколько дней вот этой фигней и заправляли паровозы водой некоторые образцы техники даже ездят небольшой перерыв на игру сложно сразу все осмотреть слишком много-многих новых впечатлений очень странные боевые машины вот этот гробик вообще шикарен классическая тридцать четверка образца сорок первого года здесь техника видимо побывавшая в боевых действиях вся в дырочках а этот вообще весь раздолбанный и ржавый немецкий бронепоезд первый стоит в ряду огромном и длинном ряду бронепоездов так а здесь продолжает сооружать новый навес на железнодорожных платформах везут различную гусеничную технику а вот тут какой-то вообще вполне современный танк мне кажется т-62 в какой-то супермодной броне тут же развальчик с сувенирами ну наверняка ну что тут интересно погода начинает портиться скоро видимо пойдет дождик так а здесь рядом с полевыми кухнями мы видим какие-то боевые супер трамваи интересно почему они в таком виде после дтп или реально участвовали в боевых действиях так непонятно а мариупольский транспорт надо же то есть это уже свежак совсем паровозик конечно внушает сколько же тут метров пять наверное высотой запорожцы ярких раскрасок ну а здесь уже современность какая-то вообще шестиколесная штука танкеточки на платформе маленькие совсем это что убежище из фоллаута по крайней мере очень похоже на него а вот это локомобиль паровой сельскохозяйственный локомобиль со складной трубой он шикарен кажется на такой танкетке только верхом сидеть как туда люди вообще помещались малюсенькая пулеметик калибра калибра такого что у меня палец сюда не пролезает мизинец и и и и и